Ремонт на улице Победа в Самаре завершится к сентябрю. Всего на участке от проспекта Кирова до Елизарова предстоит заменить более 50 тысяч квадратных метров асфальта. Завтра в Самаре начнутся российско-китайские молодежные игры. Соревнования пройдут по восьми видам спорта. Жители спасли озеро Леснуху. Сегодня выяснилось, кто сливал кипяток в водоем. Ремонт на улице Победа в Самаре планируют завершить к сентябрю. Всего на участке от проспекта Кирова до Елизарова предстоит заменить более 50 тысяч квадратных метров асфальта. Как идет ремонт, проверила глава города Елена Лапушкина. Также побывали на заводском шоссе. Везде ли подрядчики укладываются в сроки, узнала Лариса Шалфаст. Ремонт на улице Победы выполнен наполовину. Здесь уже полностью сняли все старое покрытие, уложили выравнивающий слой асфальта. Продолжают демонтировать бортовой камень и обновлять тротуары. В ближайшее время начнут укладывать второй слой асфальта. В течение 70-ти дней планируется укладка верхнего слоя асфальта бетонного покрытия и продолжается работать по ремонту тротуаров. Всего на участке от проспекта Кирова до Елизарова предстоит заменить более 50 тысяч квадратных метров асфальта. Протяженность участка полтора километра. Городские власти заключили с подрядчиком контракт жизненного цикла. Это значит, что после ремонта еще год подрядчик будет заниматься содержанием улицы, убирать тротуары и следить за проезжей частью. Все работы идут по графику. Здесь на самом деле осталось работы немного. На всей победе немного. При всей видимости, то есть асфальт в верхний слой уложить в неделю ночью. А вы ночью укладываете асфальт, да? Только ночью. Также глава города проверила, как идет ремонт на заводском шоссе. Здесь обновляют участок от 22-го портсъезда до Земица. Уже перешли в завершающий этап. Сейчас рабочие укладывают верхний слой асфальта, делают тротуары, устанавливают ограждения. Работаем и ночью, и пытаемся работать не в часы пик, чтобы не создавать больших проблем для автолюбителей. Качество нового асфальта на постоянном контроле. С обновленных участков специальная лаборатория берет пробы. По контракту полностью сдать участок должны к концу октября. Подрядчик обещает, все работы выполнит в срок. Второе рождение 46-й школы состоится уже в сентябре. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. Мэр Самары Елена Лапушкина приехала проверить, как проходят работы. Что уже сделали и что еще предстоит, знает мэри Елчан. Капитальный ремонт 46-й школы в самом разгаре. Здесь демонтировали и заменили на новые старые коммуникации. В том числе и электропроводку и вентиляцию, а также окна и двери. В пищеблоке ремонтируют стены, полы и потолки. А творческие вечера школьники смогут проводить в новом актовом зале. Актовый зал будет соответствовать всем современнейшим требованиям. Мультимедийное оборудование, звуковое оборудование, световое оборудование и, конечно же, современные посадочные места в виде мягких кресел. Ожидается, что в сентябре в эту школу придут больше учеников, чем обычно. Поэтому для старших и средних классов завезут дополнительную мебель. На это потратят около 10 миллионов. К 46-й школе особое внимание городских властей и лично мэра. Поэтому ежедневно здание приводят в порядок не меньше 40 рабочих. Ждем с радостью, с нетерпением, с большим оптимизмом. Очень соскучились по школе, очень любим и скорее мечтаем вернуться в нее. Сейчас в школе завершают внутренние работы и идет ремонт фасада. Уже в середине июля в здании начнут завозить мебель и оборудование. Два года здешние ученики вынуждены были ходить в школы по соседству. Но этот учебный год дети и учителя начнут в стенах родной Альма-Матер. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Победителями конкурса президентских грантов 2019 года стали более 30 некоммерческих организаций региона. Теперь все они смогут реализовать свои проекты. На это фонд грантов направит более 62 миллионов рублей. Поддержку получили больше 20% от числа заявленных проектов. Это один из лучших результатов в стране. С руководителями некоммерческих организаций региона встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности встречи смотрите в нашем сюжете. Проект «Благодарю» успешно реализуется в Самаре несколько лет. Специальные контейнеры горожане приносят ненужные вещи, которые обретают вторую жизнь. Волонтеры собирают одежду и раздают ее нуждающимся. Теперь у автора проекта Юлии Копыловой новая идея. Продлить жизнь вещам можно просто оригинально их разрисовав. Инициативу поддержали на федеральном уровне и на средства грантов в Самаре будут проходить бесплатные семинары для всех желающих. Мы показываем, что можно сделать с вещами, чтобы они не стали мусором, не попали на свалки. Миллион вариантов, как их можно применить. И самое простое – это переделка и пропаганда того, что не обязательно тратить много денег на вещи. Можно делать свой фирменный стиль. В этом году победителями конкурса президентских грантов стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука. На реализацию проектов фонд президентских грантов направит более 62 миллионов рублей. Поддержку получили 20% от числа заявленных проектов. Это один из лучших результатов в стране. О своих проектах победители рассказывают на встрече с главой региона Дмитрием Мазаровым. В зале собрались люди небезразличные, люди активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди, которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями. Идеями и развития нашего общества, и помощи, и реализации проектов, направленных в будущее. Губернатор подчеркнул, очень значимо, что глава государства стал инициатором широкой государственной и прямой президентской поддержки общественных инициатив. То, чем вы занимаетесь, очень востребовано в нашем обществе. И оценивается государством, личным президентом страны. Для нас здесь, на территории региона, ваши проекты, безусловно, крайне важны. Некоммерческие организации могут рассчитывать и на помощь региона. Более 230 миллионов рублей в этом году выделено из бюджета Самарской области на поддержку инициатив населения по программе «Содействие». Очень много добрых дел можно сделать, в том числе при такой грантовой поддержке. Но определяющим фактором здесь, конечно, является энергия и желание людей. Обстоятельное обсуждение проектов у достойных президентских грантов продолжалось более двух часов. Участники не только рассказали о своих проектах, но и высказали предложение, какую еще поддержку может оказать регион. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. На следующей неделе в Самаре откроются восьмые российско-китайские молодежные летние игры. Сейчас в городе активно готовятся к предстоящим ответственным соревнованиям. Для участия в Самару приедут более 200 человек с каждой из сторон. Спортсмены поделились своим настроем с Марией Левиной. Мы будем надеяться, что они знают, что они есть физики. Данил Воробьев – велосипедист, член российской сборной из Самарской области. В команде 24 велогонщика. На них лежит большая ответственность. Они соревнуются одними из первых. Готовятся к российско-китайским молодежным играм начали зимой на юге. Сначала в Адлере, потом в Крыму. Сегодня настроены на победу. Приехали побеждать и хрупкие девушки из Тольятти. Представительницы прекрасного пола готовятся показать класс на футбольном поле Самара-арены. Задача у команды, конечно, как и на каждом турнире, это побеждать. Поэтому мы приложим максимум, чтобы достичь результата в каждом матче. У нас девочки Ю-17, в принципе, никогда не играли на таких стадионах такого уровня. И это для них будет, наверное, непередаваемое ощущение. Играть в футбол будут три дня на стадионах Металлург и Самара-арена. Только на эти матчи нужно заранее приобрести билеты. На все остальные игры вход свободный. Соревнования проведут по восьми видам спорта. А среди них, помимо велоспорта и футбола, художественная гимнастика, плавание, тэквондо, женский гандбол, пляжный волейбол и бадминтон. На соревнованиях для удобства болельщиков будут работать более ста волонтеров. Большинство из них уже имеют опыт после чемпионата мира 2018. 16 человек знают китайский. Мы сегодняшний день начали на стадионе Самара-арена. Проехали с коллегами по всем спортивным объектам. Еще раз провели ревизию и аудит нашей готовности. Какие-то там еще штрихи посмотрели. Все направлено на то, чтобы игры прошли организованно и интересно. Открытие игр пройдет на площади Куйбышева 17 июня. Для гостей готовят насыщенную программу из интерактивных площадок и большой праздничный концерт. Гостей из Китая познакомят с городом большой экскурсии по Волге. Также они побывают в музеях. С расписанием игр можно ознакомиться на сайте областного министерства спорта. Мария Ильевна, Дмитрий Мешканцов. События. Ровно год прошел с открытия чемпионата мира в России. Самара была в числе 11 городов, принимавших мундиаль. За месяц футбольных сражений стадион Самара-арена принял почти 250 тысяч болельщиков. А сами горожане гостеприимно встретили 500 тысяч туристов из 140 стран. Как это было, сюжет воспоминания нашего корреспондента. Казалось бы, еще недавно в Самаре запускали часы, отчитывающие время до старта чемпионата мира по футболу. А сейчас уже прошло ровно 365 дней с этого момента. Месяц футбольных сражений, 64 неповторимых матча на 12 стадионах. Все это пролетело как один миг, но успел оставить глубокий след в сердцах самарцев, в том числе и сотрудников нашего телеканала. Чемпионат мира по футболу, конечно, вещь интересная. Работал я, не покладая рук, в фан-зоне. Я помню те эмоции, я помню тот свой репортаж, который я сделал на площади Куйбышева, когда наши выиграли третью игру подряд. Это, конечно, незабываемые впечатления, эмоции. Чемпионат мира показал, как нужно играть в футбол. Красиво, изящно, великолепно. Это просто чудо. Редакция нашего телеканала старалась не упустить ни одной детали этого праздника. Наши корреспонденты встречали футболистов в аэропорту, делали прямые включения со стадиона и фан-зоны на площади Куйбышева, где показывали все матчи турнира. 8 лет назад было объявлено, что Россия принимает чемпионат мира по футболу. 6 лет назад стали известны города-организаторы. И вот спустя долгое время подготовки, спустя большое количество затраченных сил, Самара встречает праздник мирового футбола. Восьмой день чемпионата мира по футболу в Самаре отметился официальным матчем на стадионе Самара-арена между сборными Австралии и Дании. На улице плюс 35 градусов, но для настоящих фанатов футбола это не помеха. По предварительным подсчетам на площади уже больше 10 тысяч человек, и это не предел. Люди продолжают приходить. Вместе с болельщиками радовались успехам сборной России, которая добралась до четверть финала домашнего турнира. А в день исторической игры против Испании мы вместе со всей Самарой не спали и отмечали победу до утра. Мы успевали следить не только за играми чемпионата. Мы танцевали на карнавальных шествиях, вместе с иностранцами ходили на экскурсии по узнаваемым местам Самары и соревновались с ними на товарищеских спортивных турнирах. Наши корреспонденты показали, как страстно и горячо любят футбол по всему миру. Геодickets с рекламством АРИ, АРИ КАЙН АРИ, АРИ КАЙН АРИ АРИ КАЙН Анимеза, аппортасмола Русские надежды! Чемпионат мира прошел, но оставил головокружительные эмоции, ярчайшие воспоминания, окунуться в которые можно и сегодня, пересмотрев наши новости, которые выходили год назад. Мэри Елчан, Андрей Гургуленко, События. Многие самарские любители хоккея проводили бессонные ночи, чтобы посмотреть матчи-плей-офф в прямом эфире и поболеть за команду музыканта из города Сент-Луиса США, которая впервые выиграла Кубок Стэнли национальной хоккейной лиги. Такой интерес объясни, ведь Сент-Луис – город попратим Самары, а в Самаре хоккей популярен не меньше, чем футбол. Профессионалы ЦСКА ВВС играют в высшей лиге, а почти полсотни дворовых мужских команд в городской любительской лиге. В том числе и в ней играет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Спасатели и воспитатели. Глава города Елена Лапушкина вручила памятные знаки за самоотверженность и за заслуги в воспитании детей. Пять многодетных семей, в которых каждый ребенок проявил себя в спорте или творчестве, получили почетные награды. Репортаж Даниила Лучко. Встреча награждаемых с главой города началась с небольшого концерта. В семье Кудряшкиных одни творческие и спортивные личности. Старший сын Назар играет на гитаре и домре, имеет первый разряд в дзюдо. Средняя дочь Регина – кандидат мастера спорта по художественной гимнастике, играет на фортепиано. Младшая Эвелина поет, рисует и увлекается балетом. Елена Лапушкина вручает Кудряшкиным почетный знак за заслуги в воспитании детей. Награда, я скажу, это не причина, это следствие. И мы особо-то и не рассчитали, не надеялись, какие награды. Мои дети – это моя награда. Почетный знак вручили еще четырем семьям. Эту награду получают родители или опекуны, не имеющие судимости, проживающие в Самарской области как минимум пять лет и воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей. Ребенок должен иметь достижения в учебе, спорте, творчестве или науке. Мне очень приятно находиться среди вас, среди людей, для которых такие понятия, как семья, доброта, любовь, самоотверженность являются основными в их жизни. И спасибо вам за это огромное. Именно от вас, дорогие родители, зависит то, какими будут ваши дети. Глава города наградила еще одним почетным знаком за самоотверженность людей, которые проявили мужество в опасной ситуации. Сотрудников правоохранительных органов Ваграма Асраняна за обезвреживание Алабая, который нападал на прохожих в Зубчининовке. Евгения Идрисова за то, что он оперативно задержал преступников и помог раненым коллегам. Данил Лучко, Константин Головин. События. Телеканал Самара ГИС начинает показывать город по-новому. Теперь самарцы смогут видеть впечатляющие кадры с высоты птичьего полета. О первых запусках железной птицы расскажет Мария Левина. Самара с высоты птичьего полета. Сегодня мы начинаем использовать высокие технологии и показывать город по-новому. Впечатляющие виды большого города на средней Волге в формате HD. Телеканал Самара ГИС готовился к этому моменту несколько месяцев. И вот час икс настал. Эта маленькая железная птица может набирать высоту до 500 метров. Главное, чтобы погода была летная, не ветреная. И тогда коптер запечатляет то, что в обычной камере не под силу. Легендарный оператор, проработавший на телевидении 23 года Сергей Баскин, признается, такие кадры всегда мечтал снимать. Шаг вперед – это всегда шаг вперед. А для канала это развитие перспективы, это совершенно другой уровень картинки и восприятия зрителям. Какой человек не мечтал подняться вверх, посмотреть на город сверху, с высоты птичьего полета. Детская мечта. Наш телеканал ее исполняет. Наш телеканал пытается выполнить детскую мечту, я думаю, каждого второго зрителя. Вертолетная площадка, наследие чемпионата мира 2018, стадион «Самара-Арена», площадь Славы, Фрунзенский мост и другие знаковые места города под иным углом зрения смотрите в эфире телеканала «Самара-ГИС». Мария Леевна, Василий Кладашов. События. На пятой просеке закипело озеро Леснуха. Из трубы в него лился поток горячей воды. Неравнодушные жители района вышли на защиту водоема. В ситуации разбиралась Анастасия Ерогина. После планового отключения воды на пятой просеке что-то пошло не так. Местные жители рассказывают, горячую воду в дома вернули 11 июня. Однако она была недостаточно теплой. В то же время из трубы, которая выходит в озеро Леснуха, устремился поток горячей воды. Самарцы сразу забеспокоились о судьбе водоема. Мы спасаем всяческие озера, беспокоимся. Здесь много живности. Мы периодически здесь наводим субботники, убираемся. Уровень воды очень сильно поднялся, затапливает деревья. И не знаю, к чему это может привести. По словам жителей района, они оставили в твиттере обращение в городские инстанции. Предприятие тепловых сетей опубликовало официальный ответ, где заверило, что проблема уже решена, а в озеро лился отнюдь не кипяток. В районе озера Леснуха была выявлена неисправность на одной из задвижек. На место оперативно выехала ремонтная бригада ПТС. Утечка была устранена. Подобная ситуация была выявлена на центральном тепловом пункте впервые. Учитывая, что утечка произошла во время регулировки после гидравлических испытаний, температура теплоносителя не достигала нормативных 70 градусов, а была существенно ниже. Жителей района волновала не только судьба озера. Они переживали, что из-за аварии могут прийти неправильные счета за горячее водоснабжение. В предприятии тепловых сетей заверили, что эта вода не дошла до домов. Поэтому небывалых цифр в квитанциях ждать не придется. Анастасия Ерыгина, Григорий Плешаков. События. Свой теннисный стол и игровая площадка. На улице Академика Кузнецова начали ремонтировать двор. Жители два года собирали документы, подали заявку на участие в проекте «Комфортная городская среда». И теперь совсем скоро там появится игровой комплекс и новая дорога. Данил Лучко разузнал, какие технологии применяют строители для ремонта дворов. К Виктору Александровичу, живущему уже почти полвека в многоэтажке по Академика, Кузнецова часто приезжает внуки. Но он их боится отпускать гулять во двор. Ведь детская площадка здесь появилась еще в 81-м году. И с тех пор ее ни разу не ремонтировали. Я вот лично, например, хотел, чтобы дети бегали по травке, побольше по травке. А у нас будут конструкции. Потому что дитя малое, мы уже поняли, что по траве бежит и устает. Вот по траве. Оно не будет бежать, она бежит до какого-то комплекса детского и на него полезет. И это тоже хорошо. Здесь очень много деток, очень много бабушек. Очень все ждут. Нетерпение смотрят на каждом шагу, что происходит в дворе. С любовью, с нетерпением ожидают окончания. И вот свершилось. Подрядчик приступил к работам в начале июня. По проекту формирования комфортной городской среды здесь появится детский игровой комплекс, теннисный стол, скамейки и урны возле подъездов. Установят фонари и отремонтируют дорогу. Проблем у нас никаких нет. Мы успеваем. У нас срок до сентября по контракту. Мы опережаем график. Чтобы площадка была ровной, строители применяют вот такой прибор – нивелир. Один рабочий стоит вдали с белой геодезической рейкой. Другой смотрит в глазок. Это что-то вроде оптического прицела. Нужно, чтобы отметка совпала с центральной линией. В этом году в Красноглинском районе Самары отремонтируют еще 10 дворов. Шесть уже начали приводить в порядок. При этом детские площадки обещают сделать в первую очередь. Все дворы будут готовы уже к первому сентября. Данил Лучко, Константин Головин. События. Самара перешла на цифровое вещание. Но у некоторых жителей еще остаются вопросы. Для них работает горячая линия, позвонив на которую, можно узнать, кому и какая компенсация положена. Валерия Куценко продолжит. Полный переход на цифровое телевещание в Самаре произойдет в начале июля. Его преимущество – это яркая картинка с повышенной четкостью. В любой точке страны зрители смогут бесплатно смотреть до 20 федеральных каналов. Проект очень масштабный и для Самарской области, для Российской Федерации в целом. Он начался в активной фазе в июле-августе 2018 года, сразу после завершения чемпионата мира по футболу. И Самарская область вошла в так называемую третью волну отключения аналогового телевещания. Для подключения к цифровому телевидению понадобится дециметровая антенна, коллективная на весь дом или индивидуальная. А также специальная приставка. Ее можно купить в крупных магазинах электронной техники или на почте России. После того, как оборудование подключено, нужно выполнить автоматический поиск своих любимых программ. Переход в понимание нашего предприятия происходит положительно, без проблем, без эксцессов. Я не буду скрывать, что были ситуации, где возникали разного рода проблемы, связанные с невозможностью приема или с скрывшимися обстоятельствами, когда зрители были не готовы. К счастью, в Самарской области этих ситуаций не возникало. Если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается, то следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 220 2002, где специалисты помогут с настройкой. Режим работы в будни с 9 утра до 6 вечера. Или зайти на сайт смотрицифру.рф, где есть подробная инструкция для подключения. В Самарской области пожилым людям помогают подключиться к цифровому телевизиону волонтеры. В городе был создан волонтерский штаб, в который вошли около 1700 человек. Все они прошли специальное обучение. Помогать с подключением цифрового ТВ добровольцы будут до 30 ноября включительно. Как правило, это студенты. Студенты наших высших учебных заведений или колледжей. Это добровольцы. Они не получают какую-то за эту плату или дополнительные бонусы. Мы обратились в рамках большого национального проекта помочь с переходом на цифровое телевидение. Особое внимание уделяется людям, социально незащищенным. Для них предусмотрена компенсация расходов, которая составляет не более 1200 рублей. Все представители малоимущих семей и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и уже получают социальные выплаты, имеют право и на эти деньги. Для того, чтобы их получить, необходимо до 30 ноября обратиться в отделы соцзащиты по месту жительства или в любой МФЦ. Мэри Илчан, Валерия Куценко, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 22 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Твиттер.